Микс-ньюс Сильмы, бле, дорогие гости, сильмы, бле Мировые премьеры Я пойму Блокбастеры Голливуда О, чёрт вас здесь понравится, здравствуйте Все тайны и секреты кинозвёзд Его дело, это наше Билеты на лучшие фильмы Ну, за искусство Программа «Синема» Поехали Здравствуйте, уважаемые слушатели Самое интересное, что это последняя, наверное, программа «Синема» в этом году Потому что дальше начинаются рождественские новогодние праздники Мы, может быть, и подведём, конечно, итоги Ну и поговорим о том, что происходит в мировом кинематографе В латвийском кинематографе И сегодня нашим гостем в студии является продюсер Кинопродюсер, владелец студии «Рия Филмс» Вилнис Калнелес Здравствуйте Добрый вечер Вилнис, ну вот скажите Давайте начнём с главного события Я понимаю, что на Рождество Большой подарок для Ну, наверное, такой детям, когда ищут, думают, чем порадовать детей Событие, выход на DVD Да Фильма в вашей студии Для нас очень важно Потому что он, можно сказать, этот первый раз Первый диск в Латвии, который локального производства Который есть дублированный, озвученный на русском языке Это означает, до того была только американская продукция, которая на русском языке была доступна Наконец-то этот фильм, латвийский и эстонский фильм, который может дети до школьного возраста слушать в хорошем русском языке Местные актёры озвучили её И так что в этом плане у нас, в этом диске есть и латвийский, и русский вариант Также субтитры есть И есть книжечка, где можно рисовать Так что мы рады, что наконец-то русским детям наконец-то есть латвийский фильм, доступный на родном языке Ну и плюс ко всему, это ведь прекрасный способ учить язык Там посмотрел один раз на русском родном языке А затем можно посмотреть на латвийском или с субтитрами То есть таким образом в игре, в сказке в любимом можно узнавать много нового Я тоже думаю, потому что научиться язык, это намного легче, когда тебе 5 лет или 7 лет Чем, например, ты начинаешь думать, когда уже 50 лет Так что я думаю, что это фильм такой мультинациональный Чтобы он такой, ну что, можно Там много юмора, много интересного Этот фильм был и в Берлинском Премьера была в Берлинском фестивале в конкурсе Из почти 3000 фильмов Он был отобран, только 18 фильмов И только 2 было мультфильма Анимационных фильмов Так что мы как бы рады, что этот фильм не только для нас важный Но тоже в мировом кинемографии он заинтересован был А как появился этот герой? Героиня Лоте? Что это? Ну у нас уже любовь длинная Мы вместе с эстонцами В Эстонии он создался Первый был сериал Ла Лоте И тогда Яно Паудма и Хей Кернис Они были как бы родители этого персонажа Потом, когда они сделали сериальчик Они написали сценарий И потом предложили мне Можем мы вместе Плечо к плечу Сделать этот фильм, реализовать И была национальная, государственная поддержка И эстонское Также телевидение поддержали И 15 лет назад мы начали первое Лоте Лоте из села изобретателей Потом этот фильм начал, он обрастал Очень много по всему миру было показано И очень много хороших отзывов Но надо было продолжать Мы сделали второй Лоте И это уже третье Лоте Так что мы уже с эстонцами Можно сказать уже почти пол Ну 18-летний человек Уже взрослый человек Так что я думаю Те, которые еще были уже Ну первые Лоте видели 14 лет назад Примерно Они уже большие Они уже смотрят другие фильмы Ну и я думаю Что может быть у них уже появились дети Потому что если им было там Ну 6-7 лет Они уже в принципе Могут стать самими родителями Я думаю да Родители тоже могут стать И в 14 лет Так что Нет, ну я имею ввиду Что прошло Да, да, 20 лет уже 20 лет прошло И если человеку было тогда Ну 5 лет Ему сейчас 25 Так и есть Я думаю Многие названы в Латвии Я знаю Многие там собачек называли Наши там Сусуми Или там Или Лоте Много девушек названы Так благодаря этому Хорошему фильму Да, и у него Есть одна такая Очень отличительная черта Что он невероятно Позитивный Очень такой добрый В нем даже нету Ну злодеев Которые обычно Все-таки присутствуют В анимации В сказках Да Это благодаря Яну Философии Да Мы как-то Ну Что в этом Конфликт Нет между Плохими И Нехорошими Или хорошими И плохими Конфликт Есть между Случаи Случаи Есть это Когда например Споткнулся Или хочешь ты Быть первым В этом В этом Конкурсе Или ты хочешь Там самые лучшие Изобретания Сделать И тут конфликт Такого Все на базе Конфликт Есть Но он Такой человеческий Ну так Последневный Но нету Такого Этот плохой Этот Нехороший Или хороший И в этом плане Мы как бы Через этот фильм Ну Рождаем это добро И отношения Между людьми Которое Должно быть Ну Ну Хорошие отношения Они эти Хотя там Фильм Дети В основном Звери Всякие Ну животные И так далее Там Собачки И И Но Все черты Характера Как бы Человеческие В этом фильме И получается Как бы Человеческие Отношения Но В мире Природы Животных Я смотрю В списке Актеров Которые Озвучивали Этот Мультфильм Просто Совершенно Звездный Состав Юрий Стренга И Улдис Думпис И Гирц Яковлев И Ну Рейнер Скауперс И Как вам удалось Привлечь Такое количество Ну Звезд И Таких Самых ярких Самых знаменитых Актеров Для озвучения Для латвийского варианта Там нет вообще проблем Потому что Мы уже Ну В студии Мы озвучиваем Много Других фильмов Там И Шрек И И Диспайсабл Ми И так далее И как бы Уже знаем Мы работаем Примерно С 400 Актерами Латвии И знаем Их качество Их способности И Как-то Близость К этому персонажу С русским вариантом Было Немножко Сложнее Потому что Такого Опыта С русским театром Драмы Нет Есть актер Который рекламу Озвучивает Но нет Этого Этого Опыта Такого Характеристика Но тут Мы решили Так Что Что актеры Будут Играть Озвучивать На русском языке В Эстонии А музыка Будет В Латвии И музыку Мы знаем Что очень хорошие Сергей Тимофеев Мы с ним работали Он Реннерс Калперс Написал Эти Стихии Песни Музыка Сергей Тимофеев Обработал И подогнал И тогда В театре На кукольном театре Есть Очень хорошие актеры Юлия Мещерякова Которая Там Пела Две песни Реннерс Он может сам Скажем Спеть спокойно На русском языке Так что он Пел свою оперу Лисы На русском языке И на латвийском языке Но там Не только пел Но и Был персонаж Один Так что в этом плане Мы всегда Смотрим Как разбить силы Чтобы результат Был бы Самый лучший И так что Тут Тут нету Все актеры Латвии Очень хотят С нами работать Они очень Творческие актеры И они всегда И качественно Могут свою работу Сделать Чтобы Ну чтобы Зритель Ну Ну через голос Почувствовал Какие-то эмоции Какие-то Ну Отношения Это очень важно Тембры Все прочее Мы сейчас Наверное Как раз Послушаем То как Рейнер Скауперс Исполняет Арию Лисы Когда-то Лисы Жили в небесах Жили очень весело Дружили с солнцем И луной Летали над землей Дружили с солнцем И луной Летали над землей Эх! Небесным лисам Было здорово В садах Летучих И в домах Где воздух Свежий вид Хорош Прекрасно Там живешь Где воздух Свежий вид Хорош Прекрасно Там живешь Но раз Произошел сюрприз Спустились лисы Дружно вниз Зачем И как Сейчас Сейчас Я расскажу Про нас Зачем И как Сейчас Сейчас Я расскажу Про нас Эх! В то утро Анна Блинчики пекла Но с ароматом Привлекла И лисы Теперь Обитатели Поселка Изобретатели И лисы Теперь Обитатели Поселка Изобретатели Лисы Теперь Обитатели Поселка Изобретатели Ну, вот мы только что послушали Рейнерса Кауперса и его в роли Лисы. А вот как происходит? Я знаю, что в голливудских же фильмах обычно сначала идёт звук, а потом, по-моему, изображение. То есть, актёры играют, а каких-то даже персонажей срисовывают с актёров. Ну, мы также работаем, мы также работаем, но когда анимацию делаем, анимацию тогда делаем, тогда есть это. Режиссёр часто даже сам озвучивает какие-то сцены, чтобы тайминг поймал, ну, чтобы как длина этого эпизода будет. Потом уже актёров мы приглашаем, два или четыре актёра, как бы такой черновой, а потом уже, когда есть это storyboard, по storyboard уже мы озвучиваем полный, и уже аниматоры под этот ритм, ритм уже анимируют и делают. И липсинг, ну, липсинг — это рот, когда правильно, а и б, ну, когда эти гласные, негласные. И так, это первое, Ренеш тоже сделал фильм, ну, значит, три года назад первые наметки из этого песни, потом, когда уже поближе было, уже когда записали, уже тогда точно под неё подкладывалась анимация, поправлялась, чтобы было бы синхронно, и всё было бы, ну, так, естественно. Но эта озвучка, она помогает для того, что происходит в этой сцене, чтобы сыграть эту сцену так, как она должна быть. Если не озвучена, тогда ты, ну, непонятно, где ты находишься. А как на Берлинском фестивале воспринимали этот фильм? Насколько, ну, вот эти истории понятны, скажем, ну, уже совсем другой национальности, другой культуры людям? — Я думаю, что в Берлине там вообще всегда удивляюсь, когда наши фильмы показывают, они так любят кино и любят с трёхлетнего возраста. Они вот приводят детский садик, они три года такие маленькие, что первый раз, наверное, в кино приходят. И тогда это есть непрофессионалы. И они смотрят до конца, и очень странно слушать, потому что в Берлинском фестивале, значит, он был на оригинальном, на эстонском языке, с английскими субситрами, и voice-over на немецком говорили. Там столько, много звуков. И тогда, ну, всё равно воспринимать очень хорошее. Если его отобрали, это значит, профессионал отобрали, там уже вообще вопросов нету. Но после просмотра, есть тоже такие коммерческие просмотры, когда приходят представители с фестивалей или представители-дистрибьюторы, которые покупают этот фильм. И после этого просмотра у нас были эти маркет-скрининги, эти тиргус-скрининги. Они и многие страны, например, купили права показывать этот фильм в своей стране. Ну, например, Норвегия, например, Бенелукс, например, тогда Голландия, Бельгия. И эти фильмы показывают о кинотеатрах, где на данный момент где-то 16 или 17 стран, где показывают кинотеатры в регулярном репертаре. Фестивали на данный момент после Берлина, это Берлин, Кам, Венеция, они как эталон для остальных фестивалей, ну, такие А-классы фестивалей, и тогда все фестивали, маленькие фестивали хотят и просят этот фильм показать. Но наш фильм, наверное, уже где-то до этого, больше чем 30 фестивалей уже был, и в Иране был, и в Гонконге, и в Америке, и в Чикаго был фестиваль. Так что ты и в России был, так что он свою жизнь живет очень-очень. А не было такого, что покупали телевизионные каналы для показов? Ну, это да, это есть. Вот мы продали 17 стран, это сначала он пойдет в кинотеатрах, потом в телевидение, потом в какие-то VOD-платформах. Это есть, чтобы этот фильм, ну, просто в фестивале просматривали, ну, 2000 человек, ну, там, 500 человек, ну, максимум, там, 5000, ну, это максимум, если три раза просмотра, даже для такого фильма 3000, а когда он уже идет в кинотеатрах, это уже тысячи зрителей. И мы, когда продаем права, мы продаем права показа тоже телевидения. Дальше уже местный дистрибьютор, он решает, ну, это, ну, как, последовательность этих, куда и как. Да, он будет показываться. А у нас в Латвии... Он показывался, он показывался, наверное, на латвийском языке, на первом, это 17 ноября была премьера. То есть, подождите, сегодня... Ноября. Ноября, то есть месяц назад. Да, это период, ну, 18-го был вал святки, государственный, и в таком хорошем времени был, как бы, это, ну, святку, это, ну, праздничная программа. Да, 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 да. И его показывали как раз по государственному телевидению, можно было посмотреть. Ну, что ж, мы буквально через пару минут продолжим наш разговор. Я напомню, что сегодня мы поговорим, поговорим не только о мультфильме «Лотте», который появился на DVD, вот сейчас он выпущен и может стать таким приятным подарком к Рождеству и к новогодним праздникам. Вилнис Калнелис сегодня продюсер и владелец студии «Рия Филмс», где был этот фильм создан в нашей студии. Микс Ньюс. Микс Ньюс. Вообще какие-то преобразования, учитывая там появление Netflix и большого, я понимаю, количества сервисов, которые предлагают аналогичные же услуги просмотра кино. То есть сейчас, ну, фильмы не обязательно смотреть на большом экране в кино, не обязательно даже, ну, как бы это ни было печально, покупать DVD. Вот иногда всё-таки даже люди просто ищут в этих сервисах кино. Вот как туда прийти, как найти этого, как контакт со зрителем? Да, да, тут очень хороший вопрос, потому что это последняя лота, мы одновременно с кинотеатром в Латвии, было примерно 22 февраля, одновременно пустили тоже в ТЭД, в латвийском SVOD, TVOD платформе. И это те люди, у которых рядом нет кинотеатра, которые не хочут идти к кинотеатру, они могли спокойно смотреть этот фильм одновременно. Также, и сейчас можно смотреть тоже, так что о потребителе, вообще в мире DVD забывается. Конечно, то, что мы создали DVD, это всегда такой, ну, вопрос, зачем? Потому что в Америке уже DVD почти никто не использует, потому что все Netflix, онлайн, ты можешь просмотреть всё, купить всё и быть, как говорится, кинотеатром, в своём домашнем кинотеатре. Но, с другой стороны, также одно время говорили, как и книги, они там будут электронные, все читаются, но всё-таки люди, многие хотят в руках что-то держать. Это также в том же самом DVD есть рисующая книжечка, где можно сам ребёнок сам раскрасить, как он хочет. И через экран ты не можешь, можешь, конечно, там, игры, можешь делать всякие аппликации и всё прочее. У нас были аппликации по предыдущей. Но я думаю, что в кино уходит, ну, iPad, телефон и так далее. Я думаю, что это не просто так большие глобальные Google свои платформы сделали, Netflix, там, все тоже, которые раньше были только коммуникационные платформы, они перешли на видео, на кино, на визуальный ряд. Потому что это есть удобное, может быть, эффекта такого качества, как кинотеатр, никогда не достанешь. И это состояние близости с другими зрителями эмоционально, другое состояние. Но ты будешь в курсе дела, что, где, когда, и ты сможешь узнать глобально новые фильмы, которые, может быть, до Латвии никогда не дойдут. Но ты можешь что-то увидеть, что создано в другой, там, Испании или Италии, или там, Америки, или в России. Так что это удобный путь, как может люди себя, ну, скажем, уровень жизни улучшить. А насколько изменился вот этот маленький зритель? Потому что все говорят, что новое поколение, которое вот уже появилось на свет в 21 веке, даже, ну, вот в 10-е годы, оно какое-то другое, потому что очень быстро, ну, они как-то интуитивно понимают, как работает эта техника. Они уже с детства с этими гаджетами, которые у них с детства в руках. И вот насколько, ну, иногда вот, насколько взрослые, которые создают эти анимационные фильмы, понимают психологию этого ребёнка? Ну, я думаю, что через ребёнка это всё и создаётся. У меня в гостях был из DreamWorks человек, который ищет по всему миру самых, ну, таланты. И мы говорили, почему такие в Америке бюджеты большие, фильмы по сравнению с Европой и так далее. Она говорит, ну, это глупость такая, что он, которая, как бы, я не могу говорить, что мы часто 7 режиссёров для одного фильма. Первый не подходит, фильм уже почти готовый, мы позовьём 30 или 40 детей, это торговую аудиторию, и они начинают говорить, вот это нам не нравится, это нам не нравится, это нам не нравится, это. И они, и начинается конфликт, мы получаем, что дети, которые не писали сценарий, конфликт с этими детьми. И, конечно, для режиссёра, конечно, там нету конфликта, но начинается конфликт с продюсерами, и продюсер в Америке просто берёт, платит ему компенсацию, берёт другого режиссёра, и он переделывает, как вот средний зритель сказал. И вот это, ну, как бы, всё время влияние детей, которое даже очень большое на содержание. Но мне кажется, очень важно родителям быть, которые, он может, ну, как бы советчикам, которые дают совет, какие книги читать, какое кино смотреть, потому что есть среди этого большого кино, очень хорошее кино, очень интересное. Но если, конечно, можно только смотреть там PlayStation, играть игры, тогда, конечно, ему надо быть всё время в каком-то, ну, таком темпе, он не может спокойно сидеть, он должен всё время быть активным и так далее. Так что тут есть, в мире очень есть шикарно много, очень хорошего кино, сериалов и так далее, которые люди хотят смотреть, дети хотят смотреть. И просто, мне кажется, взрослым надо немножко поработать и дать совет, показать что-то ему другое, и тогда всё будет нормально. А вот люди из DreamWorks, которые приезжают в Латвии, им интересно то, что мы делаем, насколько они, ну, как они оценивают наш уровень, учитывая, что у нас всё-таки очень давние традиции, видите, кукольного кинематографа. Это может быть совсем другое, но это очень необычный кинематограф. Да, ну, они просто, да, они приезжали, как бы, тут был семинар, Лия организовала, и заодно они просмотрели наш, она просмотрела наш новый фильм и делала советы, чтобы, как бы, поменять немножко, чтобы было бы ещё лучше. И они знают, это независимое кино, им очень нравится, они считают это, потому что есть независимое кино, которое даже может больше повлиять на многие, ну, на многих людей, чем, скажем, один блокбастер, например. Они смотрят уже другое, у них, ну, если они вложили там 70-100 миллионов, они думают, как это получить обратно, там, 200 миллионов, и они думают в других масштабах. Мы опять в другом масштабе, но цель одна, чтобы этот фильм дошёл бы до зрителя, чтобы он фильм почувствовал бы, чтобы тебя он, как бы, захватил бы, чтобы ты вышел бы из стеной, что-то осталось в твоей голове или через год, или через пять лет, ну, какие-то, скажем, эти гены вставить до школьного возраста. И они думают очень чётко о своём зрителе, над нём работают, и мы тоже думаем. Ну, в Европе и в Латвии, конечно, больше, ну, авторские, но и, как бы, авторы больше, часто есть, больше эгоистические, как бы, но любой автор тоже, заинтересован, чтобы его работа куда-то, ну, вышла бы, чтобы эту работу любили бы, нету такого, чтобы кто-то думал. Но есть тоже, есть варианты, которые дома только рисуют и тоже выходят на мировую арену. А как происходит поиск актёров, которые озвучивают именно голливудские фильмы, насколько здесь, ну, вот, вмежду, то есть вы утверждаете, там, этих актёров, их голоса, как, насколько ценится, ну, там, наш уровень мастерства? Ну, качество озвучания очень всегда высокое, и профессиональный, профессионализм латвийских актёров очень хороший, всегда, но у нас есть, как, если можно рассказать о нюансах, тогда, они, есть студии, там, например, Universal, или, там, DreamWorks, или Warner Bros., Brothers, или 20th Century Fox, они по-разному, есть, есть, когда ты посылаешь, вот, у тебя пришла расписка, ну, какой голос, какой возраст, 25-30, там, мужской, там, высокий, или темпы низкие, Тогда мы слушаем оригинал, который там озвучал, там, Анджела Доллой, там, или любой, который, и слышишь, чтобы тембрально, и этот темп, и этот характер языка, голоса, был бы, характер голоса был бы близ к оригиналу, потому что довольно глупо ставить актёра, которые, там, детская роль, там, 12, или ещё нет, вот, скажем, этого голоса, Такого, другого, и мы очень, Андрис Баронс, например, очень чётко слышит, он, какой голос каждого, и тогда подбирает, часто они доверяют, что сами решаются, Ну, иногда мы согласовываем, например, 5 или 6 главные роли, или даже 4 иногда, которые, мы им посылаем тесты голосовые, и потом они говорят, вот, этот нам нравится, этот не нравится, а что вы советуете? Ну, тогда вот, там, коммуникация всё время происходит, это никто, там, например, не может сказать, там, офис там есть в Лондоне, и офис есть в Л.А., Лос-Анджелесе, и тогда, но в основном, там нету никогда, Да, нам иногда трудно найти, например, какого-то очень нетипические голоса, бывает, что, ну, или, там, очень, например, ну, коричневого цвета людям, да, Темпы у них такое, они, и тут у нас такие темпы очень мало, там, вот, сейчас Раус Нейланд звучал, этот один фильм, который, ну, очень трудно было подобрать такого возраста, такого, ну, такого, ну, такого молодёжи, плюс он, ну, темп, ментально такого, такого, иногда Густаво был такой тоже, которого хорошего звучало, ну, бывает случай, когда все очень специфические, ну, такой, в средний ряд, там нет проблем. Вот я хотел как раз спросить по поводу именно специфики того, что ведь часто бывает речь, бывает очень быстрая, то есть, ну, например, как этот Ослик, там, в Шреке, там, или какие-то, ну, то, что Эдимерфи озвучивал, и вот это когда быстрая, вот, какая-то речь, вот, насколько темп, и ведь в каждом языке, в английском, в латышском, там, разное количество, ну, знаков помещается. Да, тогда есть очень хороший адрес Акментенч, который есть, он нас переводит, и не только переводит, и надо липсинг делать, чтобы укорачивать или удлинять тексты, он, иногда мы тоже меняем, адаптируем для Латвии, чтобы юмор, который знает, например, в Испании, не тот же самый юмор, который в Латвии, и тогда бывают какие-то, какие-то, ну, реплики, но голос, липсинг, это очень важно, чтобы был бы рот-рот, чтобы открылся бы, чтобы не было бы, типа, бойсовера. Это специально сидят, например, есть перевод, потом примерно 2-3 дня сидят и перед экраном работают, чтобы, вместе с режиссёром, чтобы рот открывался синхронно, и укорачивает, или удлиняет, или меняет этот порядок слов, или меняет даже слово, если там что-то не... Но смысловое значение, конечно, должно быть по сценарию. Мы можем куда-то уходить чуть-чуть, но стараемся, чтобы всё-таки было бы, ну, чтобы зритель это не заметил бы, чтобы он чувствовал бы, что как бы это латвийский фильм или там русский фильм. А как вот вы действительно сказали, что меняются иногда там шутки, чтобы были более понятными, а как это можно сделать, то есть адаптируются под латвийские какие-то условия или это... Да, там часто бывает, что юмор такие, ну, которые я сейчас не могу вспомнить такие, но часто, чтобы, ну, какие-то слова, которые нам знают, ну, которые нам уже символически, там они сразу... Ну, там, например, итальянцы, фильмы, там и в одном фильме были Италии, мы, конечно, тогда приглашаем итальянца, который живёт тут, и он у нас изучит, и темп даёт, и какую-то шуточку на итальянском там... Ну, чтобы язык был бы живой и, ну, не, может быть, иногда не так, не стопроцентно правильный и со стороны Волода станет, да, но он должен быть живой. Разговорный. Да, разговорный, ну, и стараемся, конечно, чтобы правильно, грамматически правильно всё было бы, но иногда, потому что в фильме, ну, слава Богу, никто не ругается, да, но это... Ну, жаргонные какие-то словечки. Да, 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 да. Но надо искать, это довольно так вот креативно, это не Google Translation, да, и надо всё-таки быть, чтобы не было бы никаких комментариев от зрителей, чтобы неправильно что-то, или это неправильно переведено, потому что часто люди умнее, ну, с большим опытом смотрят, чем, скажем, сами создатели. Потому что я помню, когда, ну, вот первые были переводчики, и когда шёл только поток ещё через видеосалоны, и там, конечно, было очень много такой специфики, ну, вот когда многие не понимали, ну, переводчики не понимали каких-то шуток, они придумывали свои шутки, и это было, ну, уже спустя годы только, ну, Господи, там находили их ошибки. Иногда смешно, когда мы видим этот эпизод, когда Дитлер там в своём кабинете, там что-то, и когда создаётся вообще новая история, есть юмористы, которые делают, это уже другой жанр, это не для нас, конечно, но я думаю, что... Ну, это вот в России очень популярный гоблин Дмитрий Пучков, который прямо вот делал параллельные просто истории, новые фильмы. Да, 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 и там, потому что сюжет меняется, актёры, ну, как говорится, там, ну, могут говорить всё, но если, конечно, в рот-рот ещё попадёт, тогда там вообще тогда уже, ну, можно сказать, ты уже, ну, тебе нету никакого конфликта с тем, что ты видишь, а он органически как бы связывает тебя с текстами, ты можешь, ну, всё можно поменять, это да, это факт. Ну, вот год назад как раз большой был поток фильмов в связи со столетием Латвии, вот Латвии были сняты в Латвии, ну, рекордное, по-моему, количество фильмов, и сейчас, вроде бы, вот год спустя мы видим, что, ну, в принципе, достаточно большое ещё количество фильмов снимается, мне было приятно и удивительно, ну, вот, оценить эту реакцию зрителей, которые пошли смотреть латвийское кино, и, по-моему, сейчас самый смотрибельный фильм, это фильм… Веселю Путин, да, да, он перевалил за 200 уже тысяч, то есть это… Да, 207 тысяч. 207 тысяч, и это, ну, совершенно какие-то… Больше, чем «Титаник», больше, чем все голливудские фильмы. То есть это, о чём говорят эти цифры? Я думаю, что тут была очень планомерная работа создана, очень хорошая маркетинговая программа, много разных фильмов, которые создали, ну, как бы, зрители, он… Некоторые любят оперу, некоторые любят шлагери, некоторые, там, поп-музыка, и тут надо… Не может было, как раньше, было один или два фильма в год, когда на очень узкую часть людей ориентированные. Всё-таки, ну, вот эта «Сим ГДС» программа на столетие, она создала возможность, дала возможность людям увидеть кино разное, и документальные, и анимации, и игровые. И они начали идти в кинотеатры из-за этого, и, как бы, реклама плюс хорошего качества кино, она создаёт уже интерес. И тогда, потому что до того, там, пять лет назад, люди всегда ждали кино, когда будет показывать телевидение, и этот фильм просмотреть телевидение. Теперь люди хотят как-то быстрее реагировать, и быстрее, несмотря на цену, и что всё-таки для семьи это обходится, ну, довольно дороже, чем для телевидения, намного… Но они идут и смотрят. И это есть… И в том же плане профессионализм, профессионализм её в фильме, создателям кино тоже возрастает с каждым… Потому что больше опыт, команда работает, не только, скажем, режиссёр или оператор, но и постановщики, и художники, и декоратор, и… Ну, и все-все, там, большие очень команды фильма, и когда они уже есть опыт, уже там нет вопросов на площадке, что тот делает, уже это как конвейер работает, и результат будет. Ну, вот по поводу проката этих фильмов, вот, например, создатели фильма «Излайдума гадз», ну, который вот сейчас сняли, и там ничто у нас не остановит, они в прошлой картине, я понял, сделали такую хитрую деталь, они придумали герою, ну, вот, русского отца, и пригласили очень популярного актёра Смолякова из России, он буквально на один там день, по-моему, приехал, он сам рассказывал, что, ну, просто вот буквально два эпизода, но, тем не менее, вот его присутствие в титрах позволило продвигать эту картину на российском рынке, то есть там, а, ну, Смоляков там вроде вызывает интерес. Вот как продвинуть наши фильмы, ну, может быть, я не знаю, как быть интересными Европе, но вот России, может быть, понятно, что можно приглашать российских актёров, или как-то всё-таки Латвия, она, ну, остаётся знакомой более-менее. Нет, да, как, ну, как продвинуться, это капродукция, капродукция, это есть один из самых лучших опытов, ну, как кино показывают в нескольких странах, например, вот, Лотто мы делали в Латвии и Эстонии, в результате Латвии много очень просмотрело, и в Эстонии очень много просмотрело. Сейчас мы делаем другой полуметражный фильм с Лексенбургом, и там уже это, как бы, во-первых, капродукция, капродукция, если, например, есть капродукция в Латвии, там, России, там, Германии, это означает уже три территории, когда мы делали «В тумане», Сергей Лозниц, я был продюсер этого фильма из Латвии, и тогда была вовлечена Германия, Голландия, Латвия, Россия и Белоруссия. Уже обязательно в этих четырёх-пять странах она сто процентов показывала. Ну, плюс она, конечно, она была в конкурсе в Каннском фестивале, и потому она уже, как только большой фестиваль, тогда сразу уже тоже открывается горизонт кинотеатров, и уже дистрибуторы хотят, как часто, ну, если ты берёшь столько актёров, например, было тут опыты в Латвии, когда ещё берёт там немецкого актёра, и, ну, как бы, популярно, и что, может быть, Германия, скажем, войдёт, ну, заинтересовывается в дистрибуцию, ну, это не так легко, ну, там надо быть, чтобы в кинотеатр попасть, с игровым кино довольно сложно, но есть, скажем, такой маленький авторское кино в сети, да, с анимационными фильмами есть намного проще у нас географии, потому что там вопрос только языка, внешность, ну, там большие разницы, ну, собачка и собачка, и в Японии немножко есть нюанс в японском рисунке, чем, например, или, например, китайской, но Китай тоже очень старается быть европейской, они уходят со своего дизайна в сторону Европы и Америки, они всё время даже, ну, мне, в этом году несколько раз уже приглашали ехать работать в Китай, чтобы большая студия, они там, в тот момент, когда они там с Америкой разругались, и тогда, как бы, они, ну, разорвали договоры, хотели взять какого-то из Европы и советовали режиссёра, чтобы ехать в Китай и делать большой фильм один. Так что я думаю, что в наше время, когда география, ну, там больше продюсеры и дистрибьюторы должны работать уже на уровне, может быть, сценарий, понять, для каких целей это. Ну, например, я не знаю, как будет Дед Веселепутанность, да, он в Латвии очень популярный, книгу читали и так далее, люди чисто идут, и все довольны. Как он пойдёт в мировом рынке, я не уверен, ну, было бы очень хорошо. Ну, например, эстонский, сейчас вот этот блокбасер, у них был самый просмотренный фильм тоже по книге, сегодня была новость, она одна из десяти фильмов, которые уже претендируют на номинацию «Оскара». «Оскара», она отобрана от 100 фильмов мировых, ну, зарубежные фильмы, эстонский фильм попал в десятку этих, но это ещё не номинация, но всё равно… Шорт-лист, да? Да, это ещё тоже не шорт-лист, а при шорт-лист, да. Но это означает, что это маленькая страна, и когда она получит номинацию, в тот же самый момент он пойдёт по всем кинотеатрам и так далее, все уже захочут этот фильм купить и показывать кинотеатр, потому что у них есть этот «Sales Point». Но если нету какого-то как бы… Потому что, чтобы покупали бы фильм, надо быть очень знаменитым режиссёром или актёром, да. Но актёры, которые, например, в Латвии, знаменитые в Латвии, но на мировом масштабе, ну, редко кто. А скажите, вот в Китай-то вы так и не поехали? Съездили, режиссёр съездил, посмотрел, пока, ну, как бы он над другим фильмом сейчас работает. Но, как бы, есть. Да, такие, когда наш фильм был лет семь назад в Каннском, анимационный фильм тоже предлагаю. Они очень активны, они хотят очень быстро всё интегрировать и взять, они тоже ищут всегда таланты. Ну что же, у нас на самом деле закончилось время. К сожалению, Вилнис Калнайлес, продюсер и владелец «Рия Филмс» был в нашей студии. Новый мультик про «Лотте» уже доступен на DVD. Спасибо вам большое. До встречи. До встречи. До встречи.